Дебаты в преддверии праймерис первым открыл Алтайский район, где депутаты публично дискутировали на тему экономики. Следующая агитплощадка – Усть-Абакан. Здесь на предварительном голосовании обсудили вопросы образования, медицины и социальной политики. На представлении своей кандидатуры каждому из четырех участников предоставлено по две минуты. Затем ответы на вопросы группы поддержки оппонентов. Как вы можете прокомментировать принятие закона Республики Хакасия о патриотическом воспитании? Документ нужный, правильный, упорядочит все субъекты, которые занимаются патриотическим воспитанием, то есть финансирование, полномочия, какой-то будет бюджет, распределение грантов. В Шира дебаты посвятили развитию аграрной сферы и продовольственной безопасности. Для сельской территории эта проблема особенно актуальна. Мне кажется, нет государственного регулирования цен на сельхозпродукцию и товара, необходимые для нужд сельского хозяйства. Отсутствует логистика поступления товаров аграриев, зачастую очень хорошего качества напрямую к потребителям. Необходимо вернуть виднее перспективы работы молодежи на селе, стимулировать их самозанятость и образование. Вопросы были интересные, в принципе такие злободневные, важные, отвечать было на них интересно. Ну и в целом, я считаю, как удалось отразить свою позицию во вступительном слове и в заключительном. В общей сложности в Хакасии организовано 16 площадок для дебатов. Ближайший публичный диалог состоится 16 апреля. В нем примет участие депутат Госдумы Надежда Максимова. Кстати, по регламенту каждый зарегистрированный кандидат обязан будет выступить как минимум дважды. В Хакасии таких претендентов 8. Сегодня оргкомитет подвел окончательные итоги первого предвыборного этапа и утвердил образцы избирательных бюллетеней предварительного голосования. Мне кажется, что в целом для политической системы, для повышения информированности избирателей, сама структура вот таких дебатов – это очень интересный, необычный и, по-моему, результативный механизм, инструмент. Мне понравилось. Агитационный период, который будет представлен не только дебатами, но и встречами с избирателями, для кандидатов в депутаты Госдумы продлится до 21 мая. Праймерис состоится в воскресенье 22-го. Именно тогда большинством голосов жителей республики будут избраны лидеры для участия в выборах 18 сентября. Надо сделать достойный выбор. И этот достойный выбор приводит потом к достойным результатам в нашем обществе. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.